всем доброго времени суток с вами наташа сегодня я хочу показать для начинающих как можно собрать вот такой простой цветочек такую снежиночку можно сказать даже если ее доклеивать дальше снежиночка получится как это можно сделать легко и просто как красиво они смотрятся на маленьких миниатюрных бантиках такие нарядные снежиночки цветочки на последнее время очень не хватает времени снимать мастер-классы потому что я делаю и елочки и бантики и игрушки новогодние на мастер-классы совсем нет времени поэтому будет времечко я сниму обзор всех своих новогодних бантов у меня и достаточно много все они делаются по одному принципу из узкой ленты также поделюсь размерами какие размеры использую своей работе ну а сегодня у нас будет просто сборка цветка а вот даже хотела еще сравнение показать как вот со стандартными бантами как все мастерицы делают на своих каналах из ленты 4 сантиметра банты получаются тоже небольшие потому что здесь у меня лента идет по моему 19 либо 18 бант нижний анти получается вроде небольшой 8 сантиметров у согласитесь вот с этой милотой сравнение он такой огромный кажется а это такая прелесть получается я сама влюбилась в эти маленькие бантики как они красиво смотрятся на головках но это все потом а сейчас мы приступим к следующей части лепесточки я подготовила уже заранее сейчас мы просто будем собирать чтобы ровно получился цветок для начинающих советую собрать это на ниточку складываем лепесточки и прокалываем иголочкой и собираем и сразу смотрим чтобы они ровненькие были аккуратненькие рядом с друг другом смотрелись таким образом собираем все шесть лепестков собрали связываем узелку ножичка я затянула так вот сразу растягиваем веревочку выравниваем все лепесточки между собой вот примерно так но у нас получится такое же расстояние закрепляем ниточку обрезаем что-то я тут запуталась собрали следующий шаг берем пятачок фетровый он у меня диаметром три сантиметра далее беру ручку эта ручка чернила которые исчезают и находим серединку прочерчиваем складываем еще находим серединку ставим точечку далее вот у нас поделили мы на половинку надо чтобы вверху было три лепестка внизу три лепестка так очерчиваем примерное расстояние с одной стороны сейчас соединяем вот такая вот система у нас получилось это если вы будете лепестки одевать не сшивая по этой системе они клеятся вот таким образом наносится клей и приклеиваются лепестки и приклеивать не буду потому что здесь нет фетр надо другого цвета я просто показала на примере принцип понятия если вам надо допустим лепестки дальше поставить значит можете здесь начертить такую вот окружность вот и тогда лепесточки у вас лягут как по маслу если например толстенькие такие лепесточки многослой очки они будут смотреться вот так и в любом случае у вас получится все ровненько сделать ну а сейчас мы просто приступаем приклеивать наношу клей здесь рисунок вовсе не обязательно был просто наношу клей и приклеиваю цветок выравниваем лепесточки лучше конечно это делать вот так на плоскости лепесточки мы выровняли выглядит это так дальше между лепесточками на фетр наносим капельку клея и вставляем простой острый лепесток и так проделываем по кругу со всеми лепестками сразу выравниваем наносим клей вставляем лепесточек подравниваем чтобы они выглядывали одинаково и стараемся чтобы лепесток не выглянул из основного цветочка по кругу продолжаем лепесток не хотел заходить потому что там клей подсох немножечко с помощью пинцетиков ставим смотрим чтобы ровненько был так как куда мне еще один делся вот вот и все правда ведь это не сложно таким методом она собирается очень быстро очень просто и цветочек готов далее осталось обернуть бантик резиночкой приклеить цветок и выбрать нужную серединку в следующем видео я покажу как делать вот такие бантики с вами была наташа всего доброго до новых встреч 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 Продолжение следует...